Христос воскресе! Бои сито воскресе! Все шестные отцы, братья и сестры, паки и паки, вас снова и снова поздравляют с Пасхи и Христовым со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе! Бои сито воскресе! Так радостно друг друга приветствовать эмитивными словами. Жалко, подходит уже скоро Пасха к концу, немножко осталось. Сегодня неделя о соборе ныне, мы вспоминаем, в Евангелии сегодня читалось, как Господь, проходя город Сихен, Сихань, сейчас, по-моему, Сихен называется, мы там были в паломничестве, и там был колодец Иатора. Сейчас на этом месте стоит громадный храм, там мощи святых, дивный подвальчик в нижнем храме. И вот Господь, проходя это место, пасал учеников за едой, а сам сидел около колодца. Пришла молодая женщина набрать воды, и Господь с ними договорил. Она удивилась, потому что самаряне были как еретики, как раскольники, ну, еретики скорее, которые, хотя и верили в пришествие Христово, были последователями Моисея, но искажали учения. И поэтому иудеи, где хранилась тогда истинная вера, в Верховном Завете, не общались, как сказано в церковно-совянском тексте, не прикасались с еретиками. Но Господь спокойно с ней побеседовал, и по поводу жизненных сил, откуда берутся. Она говорит, что Яков пил из этого колодца, дети его пили, животные пили, и до сих пор это место питает сестра. Но Господь сказал, что тот, кто будет питаться от этой воды, то жаждет собаки, то есть захочет снова пить. Тот, кто, ну, если человек выпит воду, которую Я ему дам, сказал Господь, то тот не захочет пить снова. То есть вода, которая будет пребывать в нем, будет источником воды и пущей в живот вечный. Это Господь говорил о благодати Духа Святаго, которую Он должен был от Отца послать на учеников своих апостолов, на жен Мироносец, на всю церковь и на нас, грешных, после своего славного воскресения. Так оно и получилось. Конечно же, самарянка не была богословски подкована, хотя она, конечно, верила в это, но не могла вместить все правды. Потом она не понимала, что это Христос. Господь ее верил через свою прозорливость, сказав, что она пять мужей имела, но они не были для нее мужами. То есть обличил ее. И она, видев, что он пророк, а потом узнав, что Христос, искренне уверовала. И Господь сказал ей, что не только на этом месте или в Иерусалиме можно поклоняться, что надо будет поклоняться на всяком месте. Господь сказал, что ни в Иерусалиме, ни здесь надо будет приносить поклонение Богу, на всяком месте. И мы видим сейчас по прошествии уже нескольких тысяч лет, ну, две тысячи лет после Рождества и Воскресения Христова, что построено множество храмов на всяком месте. И даже здесь, в Таёжной Уссурийской тайге, у нас вот буквально позавчера святился четвертый храм города Арсений в танковой части. Так что, кто желает, может посещать его. Правда, попасть, конечно, надо за грабом. Но вот везде, на всяком месте находятся храмы. Даже в Антарктиде есть храм, на кораблях, на подводных лодках. Везде есть храмы, и на всяком месте приносятся бескровные жертвы. Но даже если не приносятся бескровные жертвы, в пропасти, в земле, в горах, на столбах, в пустынях, в пещерах, в лесах, люди молятся. И священно действует в сердце своем, и Господь их слышит. И поэтому источники Духа Святаго, воды живой, истекают во всех верующих. И мы, наследники Христа, ученики Христовы, стараемся бережно беречь, беречь эту благодать. Во-первых, не надо стяжать, как говорил Сеоргий Саровский, главная цель христианской жизни – стяжание Святаго Духа Божьего. Вот об этом Духе Божьем, Его Благодати, и говорил Господь Самарян. Ученики вернулись, увидели, что он разговаривает с женой, удивились. Но Господь сказал, что Он не хочет есть, что Моя пища – это благовествование, проповедь Слова Божия. И действительно, мы призваны не сколько есть, получать утешение, удовлетворение, радость от питания материальной пищи, или от каких-то материальных утех, которые нас окружают, удобство жизни, сладости, радости. А мы получаем пользу, радость и, как бы, духовный хлеб от причастия к Святой Христовой Тайне, от нашей веры и от благовествования. Когда мы говорим о вере, своим примером показываем, что мы верующие люди, и люди, видя нашу искреннюю веру, обращаются к Богу. Вот, например, наш отец Дмитрий, молодой батюшка, приехал к нам на практику, ходит к казакам. Видите, казаки стали ходить в храм. Кстати, сейчас учебный год, заканчивается, идут экзамены, и батюшка попросил вас благословить на экзамены, и напомнить, что если мы обращаемся к Богу за помощью, в любом деле, в частности и в научении, то Господь помогает. Часто мы нерадиво учились, лениво читали книжки, сидели в гаджетах, или в ветреную жизнь били, и, как говорится, ходили гуляли, а потом учиться, а мы не готовы. Но тут Господь долготерпеливый, милостивый, часто помогает нам, по крайней мере, первое время. Поэтому можно помолиться, и Господь поможет. Но я сам учился, когда в семинарии, в Троице Сергиево-Лавре, и не всегда был готов. К экзаменам сходишь, к мощам преподобного Сергия, помолишься, и четверка уже обеспечена. Вот это из моего опыта, и не только моего, так все другие говорили. А когда забудешь Бога призвать, помощь святителя Николая, Матери Божию, то бывает все не так. Поэтому вам Божьей помощи на ваши экзамены, и хорошо бы не просто научиться знаниям, а хорошо бы эти знаниям применять для делу, то есть быть послушными начальству, поставленным правителем, атаманами, духовным наставникам, родителям, и, конечно же, подготовиться к встрече, чтобы слушаться самого Господа. Это наша самая главная задача. Если мы будем жить в послушании, в исполнении поставленных задач, то Господь нам будет всегда помогать, и откроет нам ум, сделает сердце добрым, и мы будем справедливы. И не как вот на Украине. Мы знаем, что вот эти западные наемники и дети наших русских людей, украинцев, которых научили злу, они жестокие. Они не просто воюют, защищают Родину, они проявляют жестокость. Русские же воины, в основном, конечно, слава Богу, они, защищая Родину, готовы жизнь отдать за ближнего, даже за, как бы, за врага. То есть это замечательный пример. Нам надо продолжать традиции русских отцов. Святитель Николай, в память которого совершают великий и дивный чудотворец, всемирный, он помогает всем православным христианам сугубо. Но помогает он и безбожникам, и язычникам, и мусульманам. Столько замечательных примеров, когда он являлся неверующим людям, спасал их от потопления, от диких зверей, исцелял различных людей, которые маловерующие, неверующие. И все разумные люди, даже маловерующие, чтут святителя Николая. Это великий угодник Божий. О нем можно говорить, как говорится, не только часами, днями, а написано сотни толстых книг, где множество чудес о нем написано. И я думаю, кто поисследует эти чудеса, или съездит к его мощам, тот узнает. У нас, кстати, храмерная эстетичка мощей, с которой мы сегодня ходили. Сегодня память также пророка Исаии, который жил в Ветхом Завете, и пророчествовал о том, что дева, то есть девушка, не искусство мужное, никогда не прикасавшееся к ней мужу, родит, и родит Бога, Эммануила. И вот это произошло, что дева, не искусство мужное, чистое, дух святой нашел на нее, силу Вышнего осенило, благовещение, вот здесь у нас икона в камне, и совершилось великое чудо. Бог воплотился. Без обычного человеческого соития Господь чудесным образом сотворил Адама, и еще более чудесным образом воплотился, будучи совершенным Богом, стал совершенным человеком. И вот пророк Исаия в этом пророчествует дянули. Сегодня память ученика Христофора, который переводится на русский язык, греческое слово Христофор, Христа насящий. То есть он имел в сердце Христа, носил его в сердце, и когда пострадал ради Христа, все увидели, что Христос был в нем. Это было такое великое чудо. Сегодня пучник память преподобного Иосифа Оптинского, старца-празорливца, духовного наставника, который один из 14 великих подвижников оптинских, которые наставляли в свое время русский народ, и сейчас молятся за землю русскую. Память Шиум Глинского, великого угодника Божия, который тоже был великим чудотворцем, у него было несколько тысяч монахов в обители, и он прославился в Грузии, на юге, так скажем, нашей страны. Всех вас, дорогие братья, поздравляю с праздником. Нам надо быть верным Богу до конца, верным своей стране, своей семье, мужу, женам, любить своих детей, отдавать жизнь свою за ближних. К этому призывает нас Господь. И когда живем мы так, то мы продолжаем быть русскими. А если мы продаем все и вся ради компьютера, ради куска хлеба, чечевичной похлебки, то мы предатели, и поэтому будем верными, мужественными, будем любить Бога и ближнего. Всех вас поздравляю с праздником, желаю помощи Божьей, пасхальной радости, всегда в сердце носить, куда бы человек ни шел, что бы ни делал, надо всегда творить Иисусову молитву, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. И носить пасхальную радость.